Резанный удар по мячу в футболе выполняется внешней и внутренней стороной стопы. После такого удара мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси. Его главное отличие от прямого удара в том, что он выполняется не по центру мяча, а правее или левее центра. Именно поэтому мяч летит по криволинейной траектории, закручиваясь вокруг своей оси по ходу или против направления полета мяча. Классическим вариантом такого удара является его исполнение внутренней стороной стопы. Для совершенствования техники резаного удара его можно разделить на несколько частей. Первая часть – разбег. Угол разбега по отношению к мячу необходимо выбирать, исходя из точки, куда вы хотите попасть и насколько сильно вы хотите нанести удар. Обычно угол разбега по отношению к мячу составляет от 45 до 85 градусов, что намного больше, чем при обычном прямом ударе. Шаг необходимо делать широкий для увеличения замаха и силы удара. Вторая часть – постановка опорной ноги. Опорная нога ставится примерно в 15 сантиметрах от мяча, но ее носок смотрит в сторону начального направления полета мяча, а не в сторону конечной цели. Третья часть – прицеливание. Если вы хотите попасть в левую половину ворот, необходимо поставить мяч по центру напротив ворот. Встать сбоку от мяча под углом 45 и более градусов и нанести удар ногой по мячу правее его центра и наоборот. Если вы ударите левее центра мяча, то мяч полетит по дугообразной траектории в правую половину ворот. Всегда цельтесь с поправкой на то, что мяч закрутится. Четвертая часть – точка приложения удара. Удар необходимо наносить внутренней или внешней частью подъема стопы. При этом нужно помнить, что площадь контакта стопы и мяча должна быть достаточно большой. Иначе вы не сможете придать мячу необходимое вращение. Пятая часть – удар. Удар наносится не в центр мяча, а правее или левее от него. Причем чем дальше от центра и ближе к краю мяча наносить удар, тем больше закручивается мяч, но тем слабее получается удар. Поэтому необходимо искать баланс между силой вашего удара и углом закручивания мяча. При ударе вес тела переносите на опорную ногу, которая после контакта бьющей ноги с мячом может сделать небольшой прыжок в направлении удара. Не стоит сильно наклоняться вперед или заваливаться назад. Держите корпус ровно, слегка согнув плечи. В момент удара нога вскользь прокатывается по мячу, придавая ему вращение. Для совершенствования резаного удара выполните следующее упражнение в парах. Первое упражнение. Встаньте напротив партнера на расстоянии 8-10 метров. Поставьте между вами стойку. Передавайте друг другу мяч резаным ударом поочередно внешней и внутренней стороной стопы, так чтобы он огибал стойку. Второе упражнение. Поставьте две стойки на расстоянии 2 метров друг от друга и с расстояния 10 метров передавайте мяч резаным ударом партнеру напротив, так чтобы он пролетел между выставленных стойк. Третье упражнение. Нарисуйте на стене прямоугольник диагональю около 2 метров на высоте от 1 до 1,5 метров над уровнем пола. Мяч установите на расстоянии 8-12 метров от стены. Наносите удары так, чтобы мяч попадал в круг.